сегодня 20 марта 2024 года в челябинске стартовали чемпионаты уральского федерального округа среди мужчин и женщин первом туре мне попал достался молодой шахматист из челябинска максим дроздов и после е4 c5 то есть я решил что каракан играть с ним не буду а пойду что-нибудь пожилее просьба извинить всех поклонников защиты каракан заход c5 но поймите меня правильно я пока что чувствую дикую неуверенность не играл серьезных классических партий с 2019 года вот c5 кони в 3 d4 да и здесь ферзь по 6 в этом варианте у меня есть кое-какие идеи из-за белых и за черных то есть мне вообще эта позиция когда-то нравилась за оба цвета после слон е3 ферзь c7 молодой шахматист сыграла 3 и я понял что он не готов к этому варианту хотя некоторые сомнения были сейчас объясню почему после а6 слон е2 слон е7 рокировка рокировка и в 4 до 6 вот эта позиция с перестановкой ходов у меня уже встречалась и партия в базе есть в 2017 году я так играл в южно-сахалинске против артема костникова чёрными партию выиграл . быстрее чем эту артем сыграл здесь g4 и дальше было d5 e5 то есть если белые бьют на d5 то после ферзь бьет d5 слон f6 пешка отыгрывается и у белых похуже вот ну и после е5 конь е4 у нас возникла интереснейшая борьба партия кстати закончилась достаточно эффектно сильный ход b6 ладья слон вышел на большую дорогу и после фе у белых безнадежно как ни странно очень сильный ход конь d4 напали на ферзе после разменов висит на е2 и висит ферзь играть разберем d4 нельзя из ферзь c6 и атомат но после конь бьет до 4 белые поняли что сейчас ферзь разбушевался и сдались сегодня вместо хода d4 максим сыграл слоны в 3 слон f3 b5 ну кстати вот были подозрения что он пытается меня поймать на что-то что было ну на какое-то усиление моей партии но она достаточно быстро развеялось в общем рекомендацию движка b5 я возможно проверю когда-нибудь в следующий раз тут тоже возникают серьезные такие интересные позиции интересная для обоих шахматистов а после слона f3 ну b5 играть вроде надо ферзь d2 слон b7 такие логичные ходы и когда он пошел на 4 вот здесь еще у меня было подозрение что он усиливает игру артема постникова хочет пойти g5 вроде как ферзя куда-то ведет на королевский фланг на самом деле равную позицию сохраняла ферзь m2 с идеей при случае прыгнуть слоном на b6 и ну черные проводят b4 и по большому счету никаких проблем у них нет у них проблемы ну нет сказать чтоб совсем нет я не прав проблема как выигрывать то есть ну сложнейшая позиция где-нибудь я надеялся что он ошибется шички показалось страшным но тут я нашел такую идею значит конь d7 и после ферзи 2 я понял что никаких заготовок не ожидается объективной сильнейшим здесь был ход ферзь f2 на что я собирался нападать на лошадку и проводить затем f6 и играть против пешки е4 затевать игру по белым полям у черных ну очень привлекательная позиция и главное очень безопасно после ферзи 2 все проще он идет на c4 это напрашивается здесь движок настаивает на том что опять дает больший перевес но ферзь ну не намного возможно движок надо подержать подольше там оценочкой достаточно близко я пошел ферзь b6 шаг считая что ферзь f2 уже максим не сыграет потому что очевидно что он в пользу черных то есть ферзь f2 взяли взяли и вот я собирался здесь играть g5 при ферзях такой ход делает рискованно а вот без ферзей пожалуйста слон идет на b6 конь на е5 в общем лишние пешки белых вообще никого здесь не волнует их фигуры расположены настолько неудачно что дай бог удержать это материальное равенство после короля шаги на 5 мы хотим пойти b4 или а4 следует серьезная ошибка конь е больше 5 необходимо было играть либо конь е2 либо слон е2 вот движок настаивает на конь е2 и что или что вот эта позиция у белых крайне неприятная слабость пешки c2 слабость пешки а3 и никаких серьезных угроз на королевском фланге после g5 а4 железному дровосеку хочется отдать коня на b3 он играет слон е2 но оценочка понятно что здесь строчка пользу черных я тоже оценивал как отличный позицию как позицию с отличными шансами на победу у черных и здесь сыграл не самым энергичным образом то есть мне показалось что надо защититься от всяких наскок их типа их 5 и в 6 и 5 же 6 и для этого очень здорово работает стандартная ладеев е8 в дальнейшем слоны пусть намного сильнее конь d4 слона белый обязаны перечить перед 5 после еды ладья до 8 угроза ладья бьет д5 ну делает позицию белок совершенно безнадежной вот но мне тут мерещилось что надо считать всякие b3 и так далее движку хорошо он ему ничего не мерещится вот я пошел ладья е8 он сыграл ладья е1 возможно защищаясь от конь е3 хотя ход конь е3 угрозой не является из-за ферзь е2 у меня ферзь на b6 подвисает здесь конь d4 было ну совсем выигрывала в силе плановые слоны 8 тоже согласно движку достаточно быстро ведет к победе вот я сыграл как мне показалось более энергично по мнению движка не точно b4 а бэферс бьет b4 напал на пешку b2 коня 2 вот неудачный конечно но и после конь е2 белым очень сложно что-либо противопоставить их король раскрыть грозит конь е3 а слон бьет д5 проигрывает вот так вот красиво сказать что я это видел значит набрать врать я не хочу но есть у меня подозрение что смог бы найти времени было достаточно и так мой противник ответил конь е2 и после ферзь b6 здесь необходимо было играть c3 на что я собирался спокойно ответить слоны 8 и проводить d5 скрывая вот очень прикольный вариант которого не случилось парке если белая вот так все пытаются взять но слон бьется 4 понятно что плохо из законе опять очень картинно расположены белые лошадки доктор тарош был бы очень доволен ну и здесь из-за этих лошадок черные ставят вот такой мат и белые могли отделаться просто большими потерями вот это симпатично мне кажется максим сыграл b3 понятно что коня один надо вытаскивать но после cbb я наконец-то догадался метнуть коня в центр и и после bc конь бьет f3 преимущество двух слонов у черных открытый белый король слабые пешки е4 c4 заблудившийся конь позволяют оценить позицию черных как выигранную тут я уже не сомневался что наступила стадия реализации и мой противник допустил последнюю ошибку в этой партии после который сразу сдался немножко усилий пришлось бы приложить после к скажем конь b3 ладья c8 конь d2 но здесь совершенно непонятно какой следующий ход делать белым черные грозят сыграть d5 развалить весь центр после чего слон b7 слоны черных на пустой доске будут буянить в партии было ферзь b3 я страшно удивился сыграл ферзь f2 противник понял почему я удивился ему грозит мат и у него висит лошадка никаких защит по второму ряду нету потому что подвисает еще ладья на яке ну в общем первая партия такая я бы сказал но не слишком напряженная вся борьба у нас впереди и главные конкуренты ярослав ревизов и артем пинг свои партии тоже выиграли в общем пожелайте удачи в бою да все всем спасибо за внимание ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал ну или отписывайтесь надеюсь что до завтра